всем привет из сочи с вами татьяна и сегодня я хочу поговорить о том все таки как зацвести наши красотки дендробиумы вот смотрите мой дендробиум кимика он еще до конца не раскрыл все свои бутоны видите вот это вот прирост того года то есть он полез в том году весной и вот видите где места еще нету цветочка вполне допускаю что он еще может процвести там летом вот эта большая бульба вот эта сушеная этой бульбе уже года три но я и все равно не срезаю она хорошо цвела вот и вот еще старая бульба эти бульбы служат запасом питательных веществ для моего дендробиума я срезаю бульбы от видите уже пеньки только те которые сами засохли или я срезала бульбу для того чтобы получить деток вот а так старые бульбы я не срезаю вот смотрите значит в том году у меня было два прироста с листиками которые вот этот вот вот и вот этот это прирост этого года они вот так хорошо сейчас отсветут потом сбросят листики вот смотрите сейчас покажу чуть больше вот это вот видите бульба сейчас мы его повернем бульба без листьев совершенно но посмотрите как она шикарно цветет хотя она совершенно без листьев это бульба получилось этой бульбе уже больше года она вылезла раньше но получилось так что она почему-то не процвела листья сбросила но в этом году посмотрите она вместе с прошлогодними бульбами меня все равно очень хорошо порадовала да на моих дендробиумах не могу сказать что много листьев но я их сушу дело в том что чтобы добиться хорошего цветения дендробиум надо постоянно просушивать особенно перед тем как будут лезть бутоны смотрите в горшке у меня в чем я их содержу немножко мха ну буквально чуть-чуть дальше у меня идет крупная кора немножко угля и все то есть вот это вот такой у меня состав этот дендробиум я давно не пересаживала поэтому уже немножко подразложилась кора состав у меня вот такой посмотрите какое количество у меня корней все потому что я свой дендробиум ну и не один все дендробиумы держу достаточно сухо вот смотрите когда мы берем бульбу когда бульбы сформируются приблизительно сейчас моего повернем сформируются до роста сейчас найдем окошечку вот смотрите когда на бульбе будет вот такой окончательный листик видите как он лезет то есть он на самой макушке все как только вылез вот этот листик дендробиум надо потихоньку приучать к сухости то есть после этого окончательного листа как вот такой рост вырос я начинаю поливать меньше обычно эта бульба формируется концу осени в течение зимы но зиму у нас скажем как таковой особо нету но в любом случае декабрь январь и начало февраля я держу очень сухо поливаю где-то раз полуть у меня получается раз в две недели вот замачиванием ненадолго и жду пока не появятся цветочки пока не появятся бутоны вы не поймете что это действительно полезли бутончики они просто там напухли ну почечки потому что если вы начнете поливать когда у вас вот эти вот почечки только напухли набухли то вполне допускаю что из этих почечек разовьются кейки то есть молодые росточки и цветение вы пышного своего не увидите подкормки как только сформировались бульбы подкормки я перестаю подкармливать и начинаю подкармливать когда уже появились бутоны то есть беру комплексное удобрение для орхидей с повышенным содержанием фосфора кальция вот и калия и подкармливаю на цветение у меня это обычно не отражается цветут они долго ну и вот сейчас я его буду ставить уже убирать с окошко как только немножко еще откуда откроются вот эти бутончики я его по и перенесу скажем так более прохладное место где у меня практически нету солнышка вот тогда он будет долго цвести и долго долго меня радовать в этом году я уже вот его показывала в одном из видео фиолетовых всполохов на листьях как-то мне он не дал совсем чуть-чуть у там есть на нескольких листиках не знаю даже нет наверное даже и сложно показать но в любом случае пышное цветение у меня круглый ну каждый год где-то но приходится самое пышное цветение вот где-то февраль иногда бывает повторное цветение уже летом но он не такое пышное обильное вот такая красоточка есть у меня еще вот такой дендробиум стардаст должен быть очень красивый с такими оранжево-желтыми цветами душистый я у девочки брала очень маленькой вообще от росточком несколько вот таких сушеных бурбочек вот эти три с листиками наросли уже у меня это прирост получается того года вот мне говорили что он вообще будет у меня цвести как минимум три через три-четыре года но он меня порадовал посмотрите сейчас попробую показать поближе вот солнышко 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 вот смотрите вон уже есть две почечки цветочные и значит он у меня уже будет цвести скоро вот это кроха вот еще один сорт дендробиумов это другой сорт я о нем немножко рассказывала уже вот этот вот куст большой он у меня пострадал получилось что я его немножко забыла в воде когда поливала и он у меня подгнил сгнил молодой рост в том году но получилось так что я его пересадила и все-таки ему все хорошо было все понравилось подкормила его азотными удобрениями посмотрите он вместо одного роста дал мне вот такой целый целый пучок побегов вот эти побеги конечно сейчас зимой не зацветут в том году он у меня шикарно отцвел вот с этого побега вот видите там остатки цветоносов вот и хорошо отцвел у меня попробую может быть вот так сделать а то темно и отцвел вот с этой большой бульбы то есть скорее всего эти побеги вызрели только к лету и может быть процветут летом а это его брат который они были то есть разделены и отсажены вот у него посмотрите с ростом все было нормально вот это вот рост вот этот вот это рост того года того лета весной он полез за лето вот за зиму вызрел вот видите на нем сейчас вон уже полезли цветочные почки то что лист желтеет это ничего страшного дело в том что если не подсушивать то и цветение вы не дождетесь могут полезть кейки но цветение не будет вот это вот ветка бульба видите на ней только два цветочка на самом деле в том году у меня шикарно отцвела почему еще нельзя отрезать старые бульбы потому что вот смотрите она может процвести еще откуда то плюс это запас питательных витамин но ведь веществ питательных и вот с этой бульбы из горя еще может быть и цветение но обычно очень хорошо бульба цветет только после вызревания один раз а потом она вот становится вот такой вот безлиственной и просто питает молодые росты которые полезут так что ждем скоро эту красоточку также зацвести наши дендробиуме не так сложно полив уменьшаем держим на светлом месте желательно чтобы температура была не больше 15 градусов то есть у меня на окошке за шторкой ночью бывает и плюс где-то ну 12 я так думаю градусов вот и вы естественно получите вот такое пышное красивое цветение всем пока пока подписывайтесь ставьте лайки всем удачного и пышного цветения всем пока пока